Этот бой, но не получается. Да. Извините, ребята, это Бочинскому силовину. Третий раунд, Алла Борисовна. Так, а вы написали там все. Да, не смотри пока. Да, да, все не смотрю, не смотрю. Вы написали, я сложил бумажку. Итак, четвертый раунд. Нет, конечно, ребята, вот и столи. Четвертый раунд, я оговорился. Надо же, пять раундов дали. Но потребует зрителя, им-то как тяжело. Нет, все-таки у меня полное ощущение, что жрали в связи здесь. В нем есть вот это не только мужское бесстрашие, но и какая-то мужская, ну, не знаю, порядочная, что ли. Они все очень галантные, я с вами согласен, но все-таки бьют друг друга по-настоящему. И не откажутся друг друга завалить, если получат такая. Ну, это да, да, но я так думаю, что... Ай, ладно, посмотрим. У них восемь лет разницы в возрасте. Они надо иметь такой псевдоним, и такое название спектакля, как «Струя крови». А то пусть я устрою. Володя ударит страшно. Бьет, как он, как у там право, если попадет. Другое дело, что он наверняка, он наверняка физически, конечно, хуже, потому что, ну, две с половиной недели он пропустил. У него была температура за 40. И хотя Алла Пугачева говорит, что боксы сцены, они таковы, по-моему, свои энергетические, что выходя на ринг даже с температуры или на сцену, ты ее не чувствуешь, но организм же не обманешь. Обманешь, обманешь. Мы с вами разделились, потому что я в данном бою, значит, за Журавлева, за Епифанцева. Я за Епифанцева. Поэтому я даже сейчас болею с Журавлевым. Болейте, болейте. Четвертый раунд заканчивается. Останется последние полторы минуты. Журавлев, давай, кричит Алла Пугачева. Епифанцев, вперед! Вот с этим криком Епифанцев, вперед! В исполнении Насты Повыдова начинается пятый раунд. Епифанцев действительно бросается вперед. Понимаю, что, может быть, четвертый он чуть-чуть проиграл. Алла Борисовна. Все может быть, потому что бывает такой момент, когда чувствуешь безнадегу. Летишь. Летишь просто, летишь на противника. Ну вот, смотрите, Журавлев не так уж дает ему лететь. Епифанцев летит вперед, чуть-чуть пустив руки, забывая о защите. И когда он входит в ближний бой, тут в размере ударов он очень хорош, но на дистанции Журавлев опасен. Ой-ой-ой-ой, то ли останавливаться нельзя. Как только Журавлев застаивается возле соперника, он пропускает страшные боковые удары Епифанцева. Последний раунд, последняя минута. Равный бой. Кто выиграет последний раунд, его выиграет. Кто выиграет последние секунды рауна, выиграет этот раунд. Очень равный бой. Первый раунд выиграл Епифанцев. Но дальше все по чуть-чуть, в одну сторону, в другую. Не возьму, сделает прогнозы. Володя, терпи, родной, терпи. Последние секунды, тебе страшно тяжело. Я за тебя болею. Алла Пугачева за Журавлева. Ну, потому что я вот, я даже чувствую, что его удары несколько смягчены. Он видит хорошо, как Датолий Журавлев. Смотрите, Епифанцев бросается. Он селит, отходит легко в отходе и контратакует. Да, красивая играя Журавлева, ничего не могу сказать, но мужество Епифанцева просто понравилось. Последние секунды, последние секунды. Епифанцев выигрывает. Это Журавлевый, Епифанцев. Давай, Епифанцев. Последние атака Епифанцева достает в корме атаки. Все, я не могу. Да, обнимитесь, ребята. Ой, ой, ой. Какой бой, боже мой. 47. И единогласным решением боковых арбитров победил Анатолий Журавлев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ